Давайте потихоньку начинать. Меня зовут Алексей Владыкин, я работаю в компании OpenWay и я должен вам за 12 встреч рассказать, что такое Java. Надеюсь, первая рекламная встреча пройдет успешно и вы выберете этот курс. Для начала хотелось бы спросить, кто из вас писал на Java хотя бы на уровне Hello World? Поднимите, пожалуйста. Ну, примерно половина, может даже чуть побольше. Это позитивно. Но тем не менее, дальше Hello World мы все-таки сегодня не пойдем, а поговорим об очень базовых вещах, чтобы заложить хороший фундамент для дальнейшего разговора, для глубокого понимания языка Java. И начнем мы издалека с истории и эволюции, о том, в каком культурно-историческом контексте появилась Java, когда, зачем и почему, кто ее делал, кто придумал, как Java со временем развивалась, как она дожила до наших дней. Достаточно интересная история. Дальше мы поговорим об особенностях Java. И в основном я буду сравнивать ее с языками C и C++, о которых наверняка тоже многие из вас наслышаны, а может даже и ходили уже на лекции по ним. Вот. Будет с чем сравнивать. Дальше мы обсудим разновидности Java. И под этой фразой я имел в виду то, что Java – это не только язык. Java – это на самом деле целый большой мир. А также следующий пункт – это система Java тоже это будет иллюстрировать. Так что всю Java целиком узнать, наверное, практически невозможно. Так или иначе, нужно со временем специализироваться. Жизнь заставить специализироваться, потому что знать все невозможно. Но я примерно нарисую общую картину того, какие есть направления и в какие стороны специализироваться можно. Вот. Ну и, наконец, уже ближе к концу мы посмотрим на несколько простеньких программ. Так, примерно, чтобы иметь представление о том, как выглядят программы на языке Java. Хотя половина уже и так знает, но ничего, вспомним. Вот. И самый последний пункт нашей сегодняшней лекции, если успеем, это стандартный инструментарий, который входит в комплект инструментов разработчика для Java. То есть то, что вы должны знать, как свои пять пальцев, в первую очередь, начиная работать с Java. Ну, давайте приступим к первому пункту. Погнали. История эта началась давно. Началась она в 1991 году в застенках Sun-Nikro Systems. Вот. И в 1991 году был инициирован проект внутренний под названием The Green Project. Зеленый экологичный проект. Целью этого проекта было создание платформы для разработки встраиваемых систем. Ну, что такое встраиваемая система? Это программа, которая управляет разными маленькими устройствами. Там, не знаю, какие-нибудь контроллеры. Кстати говоря, смартфоны впоследствии. Тоже вполне себе подходят под эту категорию. Вот. И когда этот проект начался, то сначала думали, а почему бы нам не использовать язык C++? На тот момент уже давно существовавший, достаточно развитый, показавший себя в бою неплохо. Вот. Но, тем не менее, по некоторым причинам он не подошел. А причины эти были следующими. Во-первых, C++ очень специфичен к платформе. Ну, что я имею в виду? Что код, производимый компилятором, будет работать только на той системе, под которую он скомпилирован. Я имею в виду архитектуру процессора, операционную систему и так далее. Вот. Конечно, это очень большое ограничение, потому что платформ для встраиваемых систем огромное количество. Если под каждую из них нужен еще свой компилятор, свои библиотеки, свое все, то такую платформу, наверное, не удастся сделать успешной. Так примерно рассудили участники Green Project. Кроме того, язык C++ уже на тот момент был очень сложен. Вот. Еще даже до введения всяких лямбда-выражений, появившихся в стандарте 2011 года, уже на тот момент он был очень сложным, и многие люди это сознавали. Они не хотели, чтобы программисты мучились, используя этот очень сложный инструмент, используя который очень легко ошибиться. Кроме того, в языке C++ нету встроенной поддержки параллельности, то есть программы, которые запускают несколько потоков вычислений, написать на C++ достаточно сложно. Для этого нужно прибегать к каким-то библиотекам специфичным для среды, в которой работает программа. То есть это библиотеки, предоставляемые операционной системой. Зачастую в каждой операционной системе свои. Вот. Ну и чтобы программы, написанные на C++, взаимодействовали между собой по сети в распределенной системе, тоже нужно приложить немало усилий. А хотелось, чтобы все это в новой платформе было легко. Легкий параллелизм, хорошая переносимость, хорошее взаимодействие между распределенными узлами в компьютерной сети. Ну и простота, удобство использования. Вот. Поэтому уже на ранних стадиях этого проекта было принято решение разработать свой собственный новый язык, а не брать C++. И язык этот назвали Oak. Кто знает, что такое Oak в переводе с английского? Дуб. Правильно. Да. Говорят, в честь того дуба, который стоял перед окнами офиса Джеймса Гослинга, который, собственно, в этом проекте участвовал. И с именем которого в основном ассоциируется появление Джавы. Хотя он был не единственный. В 92-м году этот проект уже достиг некоторого успеха. И команда смогла выкатить демонстрационные устройства. Это было устройство класса PDA, Personal Digital Assistant. Интересно, многие ли помнят, что это такое. Примерно кто-нибудь может сказать, что такое PDA? Хорошо, я объясню. В общем, грубо говоря, это смартфон без функции телефона. По нынешним временам проще всего объяснить так. Ну, то есть это электронное устройство, маленькое, размером с нынешний смартфон, которое помогает человеку вести записи какие-то, календарь, список контактов и так далее. Но на тот момент мобильные телефоны еще не вошли в жизнь плотно, поэтому функции мобильного телефона еще тогда у этих устройств не было. Вот это называется PDA. Ну и удалось такое демонстрационное устройство на коленке собрать на основе новой платформы. В 93-м году компания «Со мной Красистенс» почувствовала среди компаний, занимающихся вещанием кабельного телевидения, потенциальный интерес к платформе для разработки приложений под телеприставки. Телеприставки — это те устройства, которые кабельный сигнал принимают, декодируют и отправляют на телевизор. А также потенциально отправляют какие-то данные в обратную сторону. То, что принято называть интерактивным телевидением, когда, допустим, пользователь на пульте что-то нащелкал, и пользователи голосуют за ту, какую песню дальше крутить. На музыкальном канале. Все в таком духе. Или там, как развернется действие некоторого сериала. Это вполне себе классический пример интерактивного телевидения. В 93-м году был такой интерес среди компаний кабельного телевидения, и им «Со мной Красистенс» пытался продать Java. На тот момент это была еще не Java, а этот Green Project с языком Oak. Пыталось, но, к сожалению, не получилось. То есть, был интерес, но компании не купились. Как ни странно, аргументом было то, что платформа слишком продвинутая и дает слишком много свободы. Вот из таких соображений Java в тот момент не была использована для телевизионных приставок. Хотя, должен сказать, что сейчас та же Motorola, являющаяся разработчиком приставок для телевидения, вовсю Java использует. Так что, ну, не сразу, но Java таки проникла туда. После этой неудачи в 94-м году Java перефокусировали на оплеты. Оплеты — это маленькие интерактивные приложения, встроенные в веб-страницы. Интернет тогда был еще не очень развит, но тем не менее за ним чувствовался большой потенциал. И это было важным стратегическим направлением развития. Решили сделать Java хорошей платформой для того, чтобы писать эти маленькие интерактивные приложения, то есть оплеты. На тот момент очень известная компания Netscape, выпускавшая браузер одноименный, поддержала эту инициативу и заявила о том, что их браузер будет поддерживать Java с ее оплетами. И можно сказать, что с этого началось победное шествие Java по миру. Да, и в том же 94-м году язык Oak был переименован в Java. Название появилось в 94-м году. Почему пришлось переименовать? Потому что, когда технология пошла в массы, когда ее нужно уже публично анонсировать, продавать людям, нужно, чтобы понятие, название технологии не было занято. Какая-нибудь другая компания не использовала его уже в своих маркетинговых целях. А с названием Oak такая проблема как раз возникла. Была другая компания, у которой принадлежала торговая марка Oak. И пришлось сановский Oak переименовать в Java. Ну, это, говорят, в честь всего того кофе, который был выпит в процессе разработки зеленого проекта. И, наконец, в 96-м году был первый публичный релиз инструментов разработчика для языка Java. Ну, вот это то, что уже простые смертные могли скачать, позапускать и поразрабатывать программы. Проект вышел за рамки компании Microsystems. Ну, дальше все развивалось очень динамично. Это повтор. В 97-м году вышла версия уже 1.1. Java Development Kit и JDK — это одно и то же, просто JDK — это аббревиатура. Java Development Kit расшифровывается как пакет инструментов разработчика для Java. В 98-м году вышла версия этого пакета, версия 1.2. И произошел некоторый ребрендинг. Сам Microsystems заявил, что все, что теперь будет выпускаться, у нас будет называться Java 2. Вот до этого у нас была Java 1, версия 1.0 и 1.1. А 1.2 — это новое поколение Java, Java 2. Вот. И это название на несколько версий прилипло к Java. Поэтому можно даже про Java 5 встретить упоминание того, что это Java 2. Как ни странно. Кроме того, важное событие произошло в 98-м году — это разделение Java на три направления. На маленькую Java — Java Micro Edition, стандартную Java — Java Standard Edition, и Java Enterprise Edition — это Java для предприятий, для корпоративных приложений. И они стали жить раздельно. В 2000 году вышла версия Java 2, версия 1.3. 1.4 в 2002. В 2004 вышла Java 5. Вот такой интересный скачок. Но он объясняется очень просто. На самом деле версия Java 5 — это 1.5, но единичку вначале уже посчитали, что писать необязательно. Решили, что вряд ли она изменится на что-нибудь еще. Поэтому можно сразу сказать Java 5. Вот. Таким образом. Для непосвященных кажется, что версия перескочила. Наконец, Java 6 вышла в 2006 году. Какое совпадение. Вот. И, наконец-то, она перестала называться Java 2. Java 6 — это Java 6, никакая не Java 2. Вот. То, чего все очень долго ждали, выпуск седьмой Java, состоялся совсем недавно, в 2011 году. И следующий релиз обещают нам в 2013 году. В общих чертах, чем отличались эти релизы? В общем, зачем нужно было выпускать столько версий? В каждом релизе добавлялись новые функции. Добавлялись новые стандартные библиотеки, которые разработчик может использовать для решения каких-то своих стандартных задач. Кроме того, со временем изменялся сам язык. Помимо библиотек, добавлялись новые синтаксические конструкции, упрощающие жизнь разработчика. Особенно в этом плане блеснула пятая Java. Там произошли очень важные изменения, очень позитивно сказавшиеся на удобстве использования языка. Кроме того, менялась и виртуальная машина Java. Ну, о том, что это такое, мы еще поговорим. Но, тем не менее. Менялся немножко байт-код. Виртуальные машины добавлялись новые инструкции. Виртуальная машина оптимизировалась. И за счет этого программы, написанные на Java, без каких-либо усилий со стороны программиста, со временем исполнялись все быстрее и быстрее. Что, согласитесь, приятно. Ничего не делать, и программа вдруг сама начала работать быстрее. Так, на этот слайд я поместил две картинки. Картинка слева — это логотип Java. Нарисована стилизованная чашечка кофе. Картинка справа — это Duke. Познакомьтесь. Это вымышленный персонаж, являющийся символом Java. Появился он давным-давно, еще во времена Green Project. Говорят, что на этом самом PDA прототипном был виртуальный персонаж, который, собственно, и был ассистентом человека, помощником. Его звали Duke. Я не нашел картинок, как он выглядел на тот момент, но вот сейчас Duke выглядит так. И он с Java не разделим, как Ленин и партия. Вот у Линукса есть там свой символ Tux, у операционной системы план 9, там заяц Гленда, и так далее, и тому подобное. Вот у Java — это Duke. Ну, это был краткий урок истории. На этом он завершен. Сейчас мы поговорим об особенностях Java, и я буду противопоставлять ее в основном CAC++. Такой очень важный переход случился с появлением Java. Что было до этого, во времена, когда Балам правил CAC++? Исходный код на вашем языке программирования преобразовывался компилятором непосредственно в машинный код, который исполнялся на конкретном процессоре, под который этот компилятор заточен. Вот, соответственно, если вы берете другой процессор, зачастую и другую операционную систему, у которой там немножко разные соглашения о том, как должны быть устроены исполняемые файлы, вот, то там эта программа работать не будет. И это очень печально. Нужно под каждую платформу писать свой компилятор. Подход Java отличается. Теперь картинка выглядит следующим образом. Исходный код на Java компилируется компилятором в байт-код виртуальной машины. Это некоторый компактный двоичный формат, который состоит из очень простых команд. Вроде того, что перешли мне значение из такой-то ячейки памяти в стек, сложи на стеке два числа и так далее. Очень простые команды, похожие, в принципе, на машинный язык какого-нибудь процессора, но теперь это не реальный процессор, а виртуальный процессор или виртуальная машина Java, которая умеет эти команды исполнять. соответственно, виртуальная машина, получив на вход этот код, уже может его преобразовать в код для процессора, а может каким-то другим образом его исполнить, допустим, интерпретацией. Ну, об этом мы еще поговорим. Какой эффект получается при изменении подхода? Эффект заключается в том, что вы один раз скомпилировали вашу программу, получили этот байт-код, а дальше вы его можете переносить, этот байт-код, на любую платформу, на любую машину, где установлена виртуальная машина Java и запускать там без изменений. То есть, если под данной платформой виртуальная машина есть, это значит, что любой корректный байт-код она умеет исполнять и программу, принесенную из любого другого места всемирной сети, она сможет исполнить. Вот. И официальным слоганом Java в честь этого стал Write once, run anywhere. Что, правда, злые языки быстро преобразовали в write once, debug everywhere, но мы не будем обращать на это внимание. Дальше, скорее всего, у вас возникнет вопрос в связи с тем, что появилось новое звено пищевой цепи и это виртуальная машина. Вопрос у вас, наверное, возникнет следующий. Как быстро работает виртуальная машина и что мы теряем в производительности, добавив это новое звено? Для начала плохая новость. Плохая новость заключается в том, что интерпретация байт-кода медленнее, чем исполнение аналогичного родного процессорного кода раз в 10-20. То есть на порядок. Это серьезно. Но здесь многоточие написано не зря. Потому что есть два но. во-первых, есть не с самого начала, но достаточно рано появилась just-in-time компиляция. Это что за зверь? Это возможность виртуальной машины посмотреть на байт-код один раз, сгенерировать по нему машинный код конкретного процессора, на котором исполняется сейчас ваша программа. И дальше процессор будет исполнять свой родной код уже с родной для него скоростью. Это нововведение появилось в GDK 1.1, то есть практически сразу. И это дало серьезный прирост производительности вот уже раз в 5-10 на удачных примерах. А кроме того, есть такая штука как hotspot. Он появился немножко попозже. это дополнительная примочка к just-and-time компиляции. Заключается она в том, что байт-код компилируется не весь и не сразу и не одинаково. Я имею в виду компиляцию байт-кода в машинный код. А не весь, не сразу и не одинаково. а наиболее компиляция качественно и оптимально компиляция компиляции компиляции Код, который исполняется чаще всего. То есть hotspot прямо в процессе исполнения вашей программы ее профилирует и смотрит, а какие участки программы исполняются наиболее часто и где процессорное время живется больше всего. Если он видит такой участок, он понимает, что ага, давай-ка я сейчас быстренько сделаю на коленке машинный код по этому участку байт-кода и буду исполнять машинный код, а не байт-код. Это будет в 10 раз быстрее. Почему он делает это на основе профилирования? Потому что весь байт-код вашей программы может быть достаточно большим и для того, чтобы его весь заоптимизировать нужно очень много времени. Вам бы пришлось ждать 10 минут прежде чем ваша программа запустится. А нужно, чтобы программа запускалась сразу. Она запускается сразу, но потихоньку накапливается статистика и самые горячие места вашей программы оптимизируются, достаточно агрессивно оптимизируются. То есть, например, если ходспот видит, что некоторый метод вызывается только с такими аргументами, причем он следит за этим в рантайме, то он может заоптимизировать этот метод под конкретно эти входные аргументы. Это то, чего не может сделать статическая компиляция, которая не знает, с какими аргументами будут ваши функции вызываться. кроме того, если этот заоптимизированный метод вдруг будет вызван с другими аргументами, ходспот достаточно умный, он отменит свою оптимизацию предыдущую и оптимизирует как-нибудь по-другому уже. То есть, он агрессивный, но не за счет потери корректности. нововведение это появилось в GDK 1.3. Ну и что мы имеем в результате? В результате имеем всего лишь в полтора-два раза худшую производительность, чем C. То есть, код, который решает одну и ту же задачу на Java и на C, на Java работает всего в полтора-два раза медленнее. Но, должно говориться, что это сильно зависит от задачи. И вот эти данные про полтора-два раза получены на примере матричных вычислений. То есть, там, я не вникал в детали, но какие-то преобразования над матрицами делаются. Вот этот код написан на Java и на C. И авторы исследования сравнивают, сколько это работает. Вот утверждается, что в некоторых случаях код на Java может работать быстрее, чем код на C. И это достигается именно за счет того, что, возможно, адаптивная оптимизация во время исполнения вашей программы. То есть, такие оптимизации, которые компилятор C никогда сделать не сможет, потому что не знает, а как реально будут ваши подпрограммы использоваться. Вторая особенность Java, которая сильно отличает ее от C++, это сборка мусора. Как мы с вами знаем, в CAC++ программист должен зорко следить за тем, чтобы любую выделенную память нужно было освободить. Причем освободить ровно один раз. И желательно не при выходе из программы, а тогда, когда надобность в этой памяти отпала. Потому что иначе возможно масса разных ошибок. Утечки памяти, из-за которых ваша программа перестанет работать рано или поздно. Возможно двойное освобождение памяти, когда один раз память освободили, память уже не занята, потом код где-то в другом месте вашей программы пытается освободить тот же самый указатель и сталкивается с легкими трудностями. Третий возможный случай плохой ситуации, связанный с ручным управлением памятью, это когда кто-то память освободил, она уже считается свободной и может быть занята под какие-то другие данные, а какая-то другая часть программы еще не знает о том, что память освобождена, лезет туда и считает, что там то, что она ожидает, а это конечно уже не так. С появлением Java с появлением Java введен был другой принцип. Память выделил, поработал и забыл об этом. То есть никакого ручного освобождения памяти нету в принципе. В Java вы не можете сказать, что вот пожалуйста освободи мне этот участок памяти, потому что я им не пользуюсь. Почему вы не можете это сказать? Ну хотя бы потому, что в Java в принципе нет указателей, которые указывали бы на какие-то произвольные участки памяти. Но это уже предмет нашего разговора на следующей лекции. Как достигается вот эта сборка мусора и то, что виртуальная машина за программиста делает его работу? Достигается следующим образом достаточно просто. Каждый раз, когда программист выделяет память или копирует ссылку на участок памяти в другое место, то количество ссылок на данный участок памяти увеличивается на единичку. Виртуальная машина хранит эту информацию где-то там у себя внутри. И она помнит, какие места вашей программы ссылаются на данный кусок памяти. Когда она замечает, что больше никто этот кусок памяти не использует, виртуальная машина сама освобождает память. еще одна особенность джава заключается в том, что джава это безопасный язык, причем безопасный во многих смыслах. Ну, во-первых, перед тем, как виртуальная машина начнет исполнять вашу программу, то есть байт-код, она весь этот байт-код проверит на предмет того, что там не написано ничего странного, что байт-код корректен. Ну, какой пример привести? Ну, хотя бы, что все инструкции виртуальной машине известны, что там все операции корректны с точки зрения системы типов, вы там нигде не присваиваете стрингу интеджер и не пытаетесь сложить два объекта между собой. Ну, вот проверки такого рода виртуальная машина выполняет еще до того, как начнет выполнять вашу программу. Если что-то там не так, она сразу вывалится и, в общем, вы узнаете быстро о том, что у вас с программой что-то не так, вместо того, чтобы начать исполнять программу в процессе очень удивится, когда что-то пойдет не так. Скорее всего, в общем, программа просто не будет исполнена с самого начала, если там написано что-то странное. Следующий аспект безопасности Java это автоматическое управление памятью, о котором, в принципе, шла речь на прошлом слайде. Это тот момент, что в Java нету такого понятия, как указатель, который можно привести к численному типу, прибавить единицу, отнять единицу и так далее. Указателей в Java в таком виде не существует и, соответственно, ликвидируется целый класс проблем. Кроме того, поскольку нет необходимости вручную освобождать память, нету и проблем с двойным освобождением памяти или с тем, что кто-то память освободил, а кто-то другой полез туда же и не обнаружил того, что ждал там увидеть. Ну и, наконец, третий аспект безопасности Java заключается в том, что все, что делает ваша программа проходит некоторые проверки безопасности. И вы можете сказать виртуальной машине, что вот тот код, который я сейчас собираюсь исполнять, не должен ни в коем случае лезть в сеть, подключаться к каким-то другим компьютерам, он не может создавать новые потоки, он не может получить доступ к файлам на диске и так далее. Вот. Эти ограничения нельзя обойти, ну, если, конечно, нет ошибки виртуальной машине. Вот. Все эти требования к безопасности, кстати говоря, произрастают из изначальных требований разработки систем для разработки встраиваемых систем. И поэтому вот это все является следствием изначальных требований к Java. не то, что наросло потом, а вот by design с самого начала там присутствует. Ну, и, наконец, я говорил, что Java начиналась потому, что C++ не предоставлял встроенных средств для создания потоков, для создания параллельно исполняемых программ и для создания программ, которые работают на разных узлах компьютерной сети и обмениваются между собой данными. Вот, в Java эти возможности заложены опять же с самого начала by design и присутствуют там с первой версии. Ну, разумеется, они развивались, впоследствии улучшались. Многопоточность в Java встроена и даже в самом языке есть ключевые слова, связанные с многопоточностью. Во-вторых, в стандартной библиотеке Java есть очень много классов, которые помогают программисту писать многопоточные программы, корректно изолировать данные, защищать их от одновременной модификации и так далее. Кроме того, в Java легко писать распределенные программы, которые обмениваются между собой данными по сети. Во-первых, это в стандартной библиотеке опять же много классов, которые занимаются поддержкой сетевого взаимодействия. Во-вторых, на уровне языка поддержано такое понятие как сериализация, то есть вы можете сказать, а вот такой-то объект я хочу послать по сети вот туда, на другой компьютер. И вам не нужно задумываться о том, как этот объект будет физически преобразован в байтики и послан. Java уже предоставляет эти возможности достаточно просто добиться того, чтобы объект полетел в сокет и на другом конце соединения был из сокета вычетан и создан, появился в виртуальной машине. Ну и на основе этой возможности реализована такая функция, Remote Method Invocation, то есть вызов удаленных методов. Заключается это в том, что у вас некий объект живет в одном узле сети, а его клиенты могут жить где угодно, либо в этом же узле сети, в той же виртуальной машине, либо в других узлах сети на других компьютерах, и для них всех этот объект будет выглядеть одинаково, его можно, у него можно вызывать методы, использовать, в общем, тот сервис, который он предоставляет, достаточно прозрачно. Вот, опять же, по сравнению с C++ это большой прорыв. все это в стандартной библиотеке, то есть никаких сторонних библиотек подключать не нужно. Это работает из коробки. Вот, ну, теперь, когда мы поняли примерно, что такое Java, чем она отличается от C++, я хочу вас немножко запутать и напугать, показав то, о чем мы говорить в этом курсе не будем. то есть прессовать примерно полную картину того, с чем сталкивается Java-программист в своей работе, ну, конечно, в зависимости от специализации. Ну, вот это еще недостаточно запугивающий слайд, это просто то, что нужно знать. Во-первых, разновидности Java, первая классификация, это Runtime Environment и Development Kit. Runtime Environment это, по сути, виртуальная машина. Это то, что вам нужно для того, чтобы запустить на исполнение программу кем-то когда-то написанную и скомпилированную. Вот вам дали программу не в виде исходных текстов, а в виде уже байт-кода. И вы можете эту программу запустить, если у вас на машине есть Java Runtime Environment или JRE. Вот. В JRE входит стандартная библиотека классов. То, что считается стандартной библиотекой идет вместе с виртуальной машиной, отдельно скачивать это не нужно. Вторая разновидность Java это пакет инструментов для разработчика, то есть Java Development Kit. наиболее важный компонент входящий в него и отличающий его от runtime environment это безусловно компилятор, который берет на вход ваш исходный код написанный в текстовом редакторе и генерирует на его основе байт-код, который уже затем можно скормить виртуальной машине и она запустит вашу программу. среда исполнения, то есть виртуальная машина входит в Development Kit, то есть отдельно ее качать не нужно. Следующий слайд, следующая классификация разновидностей Java по разным признакам. Это у нас признак называется редакция Java и первая из них это Standard Edition это то, что предназначено для разработки для настольного компьютера ну так условно может быть подствольного у кого как это называется стандартная редакция или Standard Edition вот о ней мы и будем говорить на протяжении всего курса но не нужно забывать о том что есть варианты во-первых это Micro Edition так называемая маленькая Java та которая работает на мобильниках и прочих маленьких устройствах кстати в тех же телеприставках тоже вариации на тему Micro Edition чем она отличается от Standard Edition ну во-первых меньшим количеством стандартных библиотек если вы посмотрите на файл со стандартными библиотеками в Java SE то это много мегабайт для большинства телефонов дешевых это конечно неприемлемо тащить за собой такую огромную стандартную библиотеку которая отожрет заметный процент карты памяти или встроенной памяти телефона вот поэтому многое из того что есть в настольной Java в Java мобильной недоступно зато есть свои стандартные библиотеки стандартные для Micro Edition разумеется которых в свою очередь нет в Java настольной таким образом хотя и декларируется что Java это write once run anywhere но по большому счету программа написанная для телефона на компьютере без специальных усилий работать не будет потому что она скорее всего использует специфичные для мобильной Java библиотеки но существуют эмуляторы кстати говоря которые позволяют на компьютере запустить мобильное приложение какое-нибудь посмотреть как оно работает также есть Enterprise Edition это условно говоря большая Java она включает в себя все что дает Java стандартное все стандартные для настольной Java библиотеки но плюс добавляет много чего еще сверху специфичного для разработки корпоративных приложений корпоративные приложения у нас обычно характеризуются тем что они активно разговаривают с базой данных что они работают на серверах что они состоят из компонентов которые должны с собой друг с другом взаимодействовать каким-то образом но быть при этом более или менее независимыми кроме того высокие нагрузки характерны для корпоративных приложений и тот факт что это все происходит зачастую на сервере ну скорее всего доступ к этому серверу по протоколу HTTP то есть сервер дает какие-нибудь веб-странички или прочие данные вот там себя корпоративная Java Enterprise прекрасно чувствует и у нее есть все необходимое для того чтобы вам легко просто писались такие приложения которые работают на сервере соединяются с базой данных вот и все это вот практически вот задаром кроме того есть еще одна интересная разновидность Java Java карт вот это экзотическая конечно технология но тем не менее используется используется она в смарт-картах разновидностью смарт-карты является например сим-карта телефона стандартного вот и существует Java которая умеет работать у нас только компактных и ограниченных ресурсов устройствах разумеется там стандартная библиотека отрезана почти под ноль оставлено самое необходимое кроме того там вырезаны такие возможности например как многомерные массивы упс там нету типов с плавающей точкой float и double то есть работаете с байтиками ну а что еще нужно казалось бы на Java карте на таком маленьком устройстве вот так что тут виртуальная машина очень специфична и библиотеки кстати тоже у них свои опять же несмотря на то что это Java такая маленькая она не является собственным подмножеством Java SE ну вот не запустите вы скорее всего Java карты приложения на настольном компьютере опять же без эмулятора с эмулятором то можно вот еще один интересный аспект это реализация Java в первом приближении можно было бы считать что Java одна я выпускаю Oracle но на самом деле это не так почему вообще стал возможен выпуск альтернативных каких-то Java потому что спецификации языка и спецификации виртуальной машины некогда компания SunMecroSystems были выпущены в свободный доступ и любой может прочитать как устроен байт-код виртуальной машины как виртуальная машина должна его интерпретировать там очень много правил разумеется но тем не менее они все строго описаны и если вы их все реализуете у вас будет виртуальная машина ничуть не хуже чем та что написано Oracle ну то есть в SunMecroSystems опозже прикочевавшая Oracle вот значит это во-первых спецификация виртуальной машины во-вторых спецификация языка это две независимых спецификации но тем не менее полностью покрывающая весь спектр вопросов о том что и как должно работать вот на основе этих спецификаций любой может написать свою виртуальную машину но и стандартных достаточно много во-первых это то что поставляет Oracle некогда эта виртуальная машина hotspot разработанная в SunMecroSystems но с покупкой Oracle SunMecroSystems произошел ребрендинг и то что было сановской джавой стало джавой под маркой Oracle хотя это по сути одно и то же просто изменена строчка там в ибоут диалоге грубо говоря вот интересно кстати что до того как Oracle купил Sun у него была своя реализация джавы она называлась Jrocket ну собственно она и сейчас есть но Oracle сейчас пытаются скрестить ежа с ужом и сделать так чтобы встроить те фичи которые они заложили в Jrocket в ту джаву которую они купили у Sun в общем сделать джаву объединяющую лучшие стороны из того что было раньше ну посмотрим что у них получится кроме того есть OpenJDK OpenJDK это открытые исходники сановской джавы открытие исходников произошло еще тогда когда Sun был независимой компанией вот большая часть исходников виртуальной машины компилятора и стандартной библиотеки входят в OpenJDK любой может их посмотреть скачать и собрать вот ну разумеется там безумные мегабайты поэтому нужно еще постараться чтобы собрать но тем не менее если очень хочется ничего невозможного нету почему я говорю что открыто почти все потому что есть некоторые проприетарные компоненты которые в свое время саном были лицензированы у других компаний и эти другие компании не дают разрешение на то чтобы их исходники публиковать поэтому не все может быть опубликовано в открытом доступе кое-что закрыто и скорее всего открыто не будет но оно в бинарном виде варакловый Java входит тем не менее мы этим пользоваться можем а вот если мы соберем свою Java из OpenJDK то у нас некоторых компонентов может не быть например работы со звуком есть в Java такие API но в открытый доступ они не попали они лицензированы третья разновидность Java это IcedT по большому счету это тот же OpenJDK но люди постарались во-первых они упростили сборку так чтобы те кто хотят собрать Java из исходников смогли это сделать попроще во-вторых они пытаются частично вот те самые закрытые компоненты которые сам не может открыть и соответственно Oracle не может открыть в IcedT пытаются их реализовать с нуля и сделать таким образом Java собранную из исходников идентичной Java которую в бинарном виде поставляет Oracle ну пока еще не все у них получилось но прогресс хороший есть конечно зачем зачем сделали Linux just for fun в первую в первую очередь это первый ответ который приходит в голову почему еще потому что ну по большому счету никто не застрахован от того что Oracle сделает вдруг мало ли там Ларри Эллисон сойдет с ума и Oracle закроет Java сделает ее платной все что угодно может произойти а у нас есть наша собственная Java которая ничуть не хуже только чуть-чуть допилить напильником и будет работать вот страховка от таких случайностей между прочим сторонниками OpenGDK и ICT выступают крупные корпорации вроде IBM так что это все серьезно да нет у них нету задачи менять просто так на самом деле OpenGDK я вот этот момент не сказал но спасибо что вы спросили я вспомнил OpenGDK на самом деле от Oracle и Java не отвязан то есть они развиваются вместе то что Oracle разрабатывает внутри он выкладывает в OpenGDK то что разрабатывается в OpenGDK попадает обратно в Oracle и Java это синхронное развитие просто не столь важно кто сделает некоторую фичу которая запланирована на следующий релиз Java это могут быть какие-то творовольцы допустим извне Oracle или это могут быть сотрудники Oracle получающие зарплату упомянутые IBM кстати говоря тоже имеет свою собственную виртуальную машину которая работает на IBM железе под IBM операционной системой кроме Oracle я думаю никто такую виртуальную машину не пишет был еще интересный проект до недавнего времени правда вот он загнулся недавно это инициатива по реализации виртуальной машины стандартной библиотеки компилятора полностью с нуля не основываясь на тех исходниках которые выпустил сам Necro Systems собственно на тот момент когда этот проект начинался называется Harmony и живет в недрах фонда Apache на тот момент когда этот проект начинался никаких открытых исходников OpenJDK еще не было поэтому у ребят была вполне конкретная цель мы хотим чтобы Java была полностью с открытыми исходниками свободная там без каких-то глупых лицензионных ограничений и чтобы любой мог ее ну во-первых скачать в исходниках посмотреть как она устроена во-вторых поменять попробовать в учебных или даже коммерческих целях у Apache такая политика ну вот они тоже многого достигли на этом пути они много чего сделали но потом Sun открыл исходники и как-то вот запал у Apache по этому проекту пропал так что проект больше не развивается вот а также есть еще несколько десятков виртуальных машин реализации Java и компилятора Java которые я здесь не упомянул ну скорее всего вы с ними не столкнетесь если очень не захотите стандарт де-факто это сановская Java ну или нынче оракловая Java скорее всего вы будете иметь с ней дело за теми исключениями когда вы вдруг решите запустить вашу программу на IBM фреймах тогда придется столкнуться с IBM джавой вот это все по разновидности следующий пункт у нас это экосистема Java что я хотел сказать этим словосочетанием тем что Java это не только язык и не только виртуальная машина но и много чего вокруг это практически безграничное поле на котором хотя бы нужно примерно ориентироваться где там юг где запад где восток ну а в идеале найти свое направление и в нем копать 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 можно бесконечно во-первых первый аспект это экосистема Java существующий это тот факт что существует огромное количество библиотек на любой случай жизни какую бы задачу вы не решали вы скорее всего можете найти библиотеку которая вам поможет в решении этой задачи безумное количество людей уже решало совершенно разнообразные задачи и многие из них выбирали Java для реализации поэтому вы скорее всего можете что-то найти вот мысль моя в основном заключается в том что зачастую не нужно изобретать велосипед а нужно знать библиотеки которые очень часто используются хоть они не входят в стандарт но например G-Unit какой-нибудь это стандарт де-факто и им пользуются ну просто все не знать его нельзя вот второй кстати интересный пример это библиотека Yoda Time библиотека для работы с датами и временем стандартные классы которые есть в стандартной библиотеке Java у них есть конечно функции они много задач решают но у многих есть нарекания к тому как они реализованы как они выглядят снаружи скажем так их интерфейс очень неудобен поэтому существуют альтернативные реализации работы с датой и временем на Java и вот одна из наиболее известных библиотек это Yoda Time опять же если вам нужно решать задачи связанные с вычислением дат каких-то можно смотреть в эту сторону я тут перечислил первый пункт библиотеки общего назначения это ну грубо говоря то чего не хватает стандартной библиотеки для повседневной работы если вам не хватает каких-то коллекций загляните в Apache Commons ну не Leng может быть в другую но вы скорее всего найдете то что вам нужно Google Guava это аналогично набор библиотек дополняющих стандартную библиотеку которым активно пользуются в Google если у вас стоит задача чтобы ваша программа писала логи и не в консоль там допустим а в файлы или по сети или еще как-нибудь то посмотрите на библиотеки для логирования их очень много я думаю вы выберете ту которая вам подойдет если вы хотите вашу программу протестировать опять же все уже давно существует это G-Unit или альтернатива ему TestNG плюс библиотеки для создания специальных тестовых объектов которые себя ведут не так как стандартные Makita и J-Mock и так далее вот я сюда включил просто из интереса еще библиотеки для работы с джавским байт-кодом те класс-файлы которые компилятор вам нагенерил вы можете сами проанализировать не обязательно отдавать их виртуальной машине вы можете напустить на них какую-нибудь свою самописную программу которая с ними что-нибудь сделает например ну например дезассемблирует почему бы нет ну правда уже такая программа есть поэтому писать ее можно только в учебных целях незачем больше ну вот казалось бы такая специфичная задача работы с байт-кодом но и тут уже библиотек наплодили до черта вот и какую бы задачу вы не придумали скорее всего что-то есть на эту тему и со временем нужно в этом разбираться еще один интересный аспект о котором наверное редко говорят в рамках учебных курсов и в рамках написания каких-то игрушечных программ но которые приобретают очень большую значимость и важность когда вы приходите на работу и имеете дело с реальными проектами которые состоят сотен тысяч классов десятков модулей которые между собой как-то связаны зависят друг от друга вот все это вы уже не сможете собрать просто напечатав вручную напечатав в командной строке вызовы компилятора Java там и каких-то копирований перемещений файлов вручную это просто невозможно поэтому существует как минимум три стандартных инструмента которые вам помогут автоматизации этой задачи первый называется Apache Ant Apache это у нас фонд программного обеспечения который занимается открытыми разработками и вот как ни странно все эти три инструмента принадлежат ему хотя частично они друг друга функции их перекрываются несмотря на то что разработаны в недрах одной организации но вот Ant образно выражаясь это как батч файлы только на языке XML там тоже есть вызовы каких-то программ есть создание удаления директорий вызовы Java компилятора Java виртуальной машины запуск тестов все это можно выразить в скрипте сборки написанном на Ant это императивный стиль когда вы явно говорите я хочу взять вот этот файл переместить его туда-то там заменить в нем то-то на то-то скомпилировать и так далее все в строгой последовательности есть компонент который Ant дополняет называется Apache Ivy и он представляет собой менеджер зависимости вот я вам долго распинался показывая предыдущий слайд о том что есть много существующих библиотек которые вам помогут в рамках решения вашей задачи ну вот как вам добиться того чтобы ваша программа зависела от этой библиотеки и собиралась если делать все руками то вам нужно пойти на сайт разработчиков библиотеки скачать оттуда jar положить его в какую-нибудь специальную папочку в вашем проекте сказать компилятору java что вот смотри пожалуйста в эту папочку вот на этот jar и только тогда вы сможете вашу программу скомпилировать пока программа маленькая это может работать но когда у вас много ваших программ они друг от друга зависят каждая добавляет ссылается на какие-то свои библиотеки собрать это все в одну кучу уже становится достаточно сложно а учитывая что библиотеки бывают разных версий ну это просто ад поэтому разумеется эту задачу тоже автоматизировали и айви представляет собой менеджер зависимости вы декларативно говорите что моя программа зависит от таких-то и таких-то библиотек айви умеет их сам найти скачать подложить в нужные места компилятору в виртуальной машине и ваша программа будет компилироваться и работать вот и наконец мэйвин мэйвин объединяет в себе функции анта и айви то есть с одной стороны он управляет сборкой и говорит что нужно управляет тем когда запускается компилятор когда запускается когда запускаются тесты с другой стороны мэйвин управляет зависимостями то есть опять же вы ему говорите что моя программа зависит от джей юнита и он этот джей юнит в своих репозиториях находит скачивает подкладывает куда надо сильное отличие мэйвина от анта и айви заключается в том что стиль программирования билд скриптов на мэйвине он декларативный а не императивный то есть вы говорите грубо говоря что у меня джава проект он зависит от того то того то ну и все а мэйвин уже на основе того что это джава проект сам знает где у него будут исходники что с ними нужно сделать куда их нужно положить как их заархивировать в джар и так далее вот в таком духе пишутся билд скрипты для мэйвина вы можете выбрать то что вам больше нравится и использовать хотя иногда в компаниях навязываются какой-то инструмент и вам придется например использовать ант хотя вам нравится мэйвин или наоборот но с этим ничего не поделаешь самый надежный вариант это знать и то и другое ну наконец среды разработки это тоже немаловажный аспект который может игнорироваться правда пока вы находитесь в рамках учебных простых игрушечных программ но с приходом в серьезную разработку вам придется озаботиться тем чтобы выбрать себе среду разработки которая будет вам помогать вариантов по сути всего три ну если вы знаете другие то можем это обсудить но лично я работал с этими тремя и обычно выбор стоит именно между ними первый это Эклипс второй это IntelliJ IDEA и третий это NetBeans NetBeans кстати что интересно выпускается Oracle ну а раньше сам Necrosystems так что в каком-то смысле это референс среда разработки то есть образцовая среда разработки для Java как они ее позиционируют то есть она по задумке должна включать те функции передовые которые затем будут включены в другие среды разработки вот как-то так более того NetBeans зачастую первый поддерживает функции новых версий Java то есть вышла седьмая Java а NetBeans ее нововведение синтаксически поддерживал уже задолго до того как она была официально прилижена почему нужно использовать среду разработки ну вот я встречал людей которые писали программы в ноутпаде и считали что они так будут всегда делать вот а те кто использует среду разработки в общем не очень умные люди но в общем не будем переходить на личности но я перечислю то ради чего стоит использовать среду разработки и то чего вы никогда не получите в ноутпаде ну во-первых это конечно простая и базовая возможность подсветка синтаксиса ну есть редакторы которые чуть поумнее чем ноутпад и они умеют подсвечивать синтаксис джава там и других языков поэтому этот пункт ну скажем неопределяющий что более важно более важен следующий пункт это то что нормальная среда разработки предоставит вам автодополнение то есть вы написали имя объекта поставили точку нажали там специальную комбинацию клавиш и среда вам подсказывает что в этом месте вашей программы вы можете вызвать такие-то и такие-то методы у них такие-то такие-то параметры возвращают они такие-то интересные значения вот и вы можете не всегда помня наизусть все что есть в стандартной библиотеке очень легко сориентироваться в этом разнообразии разнообразие действительно большое с непривычки кроме того среды зачастую предоставляют функцию гиперссылок то есть вы видите какое-то слово вы еще можете не знать что это имя переменной имя метода имя классы нажимаете специальную комбинацию клавиш и среда вам показывает что это такое переносит вас в место где это нечто определено либо к декларации класса либо к декларации поля либо параметра метода и так далее в общем это очень удобно и поскольку соотношение между чтением кода и написанием нового кода это примерно 10 к 1 а может и больше разумеется в пользу чтения а не написания то функции наподобие гиперссылок очень важны для того чтобы разбираться в коде которые писали не вы или может быть писали вы но давно и уже забыли кроме того следующая функция сред разработки без которой невозможно жить в крупных проектах это рефакторинг самый простой пример рефакторинга это переименование переименование допустим класса понятно что в ноутпаде можно пойти в объявление класса в его заголовочную часть и заменить одно слово на другое но кроме этого вам придется переименовать вручную файл а также миллион всех ссылок которые на этот класс указывают что вручную сделать скорее всего невозможно если ваш проект достаточно большой вот разумеется переименованием возможности рефакторинга не ограничиваются вы можете выделять классы выделять методы объявлять переменные и так далее и тому подобное все это со временем попадает в подкорку и вы просто уже не задумываетесь о том какие кнопки нажимаете а среда как будто делает все само ну и наконец что очень важно среды зачастую предоставляют интерактивный отладчик то есть вы можете по вашей программе ходить пошагово по строчкам и смотреть а как данные в памяти программы изменяются после каждого шага который программа делает вот если что-то идет не так то без этой возможности разобраться где ошибка бывает очень сложно и наконец наконец это кажется последний пункт по экосистеме значит я вам говорил что есть язык java есть виртуальная машина java так вот оказывается для виртуальной машины java существуют альтернативные языки кроме собственно java компиляторы этих языков порождают тот же самый байт-код который понимает виртуальная машина но исходные тексты выглядят по-другому там кому-то больше нравятся такие скобочки кому-то другие вот вполне возможно написать сделать язык отличный от java но который будет работать на виртуальной машине стандартной java таких языков написано уже немало поэтому прежде чем создавать свой конечно стоит посмотреть на варианты ну вот самые известные это Groovy, Kotlin и Scala я их отсортировал по алфавиту чтобы никого не обидеть вот это не отражает там какие-то приоритеты значит можно сказать что эти языки предоставляют синтаксический сахар для java то есть за ними все так же стоит привычная нам java именно на уровне исходников то есть там есть классы методы поля и так далее но также есть огромное количество разных мелких плюшечек функций которые в этих языках добавлены то чего не хватало много лет простым программистам там например замыканий в java вот во всех этих языках замыкания есть следующий язык к ложе это вот он совершенно не похож на java в отличие в отличие от трех вышеперечисленных он похож на lisp и поэтому представляет из себя нагромождение круглых скобочек вот но кому-то впрочем это нравится если вы любитель лиспа то у вас есть реальный шанс перейти на java посредством этого интересного языка вот кроме того существует реализации таких самостоятельных языков как ruby и python которые компилируются и исполняются для виртуальной машины java поэтому если вы любитель этих языков опять же вы можете использовать java виртуальную машину и зачастую изнутри программ работающих виртуальной машине вы можете использовать классы стандартной библиотеки java то есть можно скрестить ежа с ужом и из ruby позвать что-нибудь там из java утил если очень захочется такая интересная возможность что у нас со временем со временем у нас осталось буквально 10 минут ну хорошо я вам покажу сейчас несколько простых программ написанных на java задача этой части лекции в том чтобы вы примерно свыклись с тем какие слова вы будете видеть вот с тем что программы на java зачастую выглядят достаточно многословно ну никуда от этого не деться public static void main string args можно было бы написать гораздо короче но нам приходится с этим жить это канонический hello world ну вы наверное уже догадались он печатает в консоль фразу здравствуй мир не могу обойти вниманием такой интересный и важный аспект что все программы на java выглядят очень похоже например скорее всего в java вы не найдете стиля использования скобочек когда вот эта вот скобочка начинается на следующей строчке почему так почему джавские программы выглядят очень похоже потому что в свое время в SunMicro Systems озаботились этим вопросом и написали документ с рекомендациями о том как программы на java следует оформлять разумеется вы не обязаны этому следовать но если вы будете следовать тем нехитрым правилам которые в этом документе описаны то вашим коллегам будет намного проще читать и понимать код который вы пишете он не будет вызывать у них отторжения по религиозным причинам вроде того что скобочки стоят не так вот ссылочка на этот документ на сайте Oracle в презентации приведена так второе что мы можем видеть на примере этой программы то что java является объектно ориентированным языком программирования и весь исполняемый код у нас живет в классах то есть мы не можем написать просто вот кусок кода println hello world не принадлежащий какому-то классу класс нам всегда нужно объявить и только в рамках него писать какой-то код с этим нужно мириться следующий пример это почти тот же самый hello world но с комментариями задача этого слайда показать то что в java есть комментарии и какие виды этих комментариев существуют комментарии в первых четырех строчках он немножко необычный в отличие от привычных нам по си однострочного и многострочного комментариев он начинается со слэша и двух звездочек и это является признаком того что данный комментарий содержит документацию эта документация может быть использована средой разработки допустим когда она вам выдает подсказки по тому что и как в этом классе есть кроме того эта документация используется стандартным инструментом входящим в комплект JDK инструмент называется javadoc вы ему на вход скармливаете ваши java файлы откомментированные вот в таком духе а на выход получаете достаточно приличную документацию с описанием того какие у вас пакеты классы методы в этих классах поля и так далее такую документацию уже можно отдать человеку который вашу программу будет использовать и которого не очень волнуют детали реализации поэтому в код он смотреть не хочет ему достаточно будет ваших комментариев которые вы таким образом вашей программе разместите в этих комментариях javadoc бывают специальные ключевые слова которые начинаются с собаки но есть некоторое множество допустимых ключевых слов вот в частности специальная аннотация автор которая говорит о том кто этот класс написал ну и их еще много разных если когда-нибудь дойдет до этого разговор обсудим да кстати любопытный факт что программа hello world на самом деле впервые была включена в книжку Кернигана и Ричи по языку программирования оси и вот с того бородатого 1978 года все считают своим долгом начинать изучение нового языка программирования с этого примера но мы не стали исключением вот еще одна простенькая программа на Java иллюстрирует что мы можем во-первых у нас бывают в Java циклы во-вторых мы можем работать с аргументами командной строки а вот этот массив стрингов представляет собой не что иное как аргументы которые вы передали вашей программе при запуске в командной строке нулевой элемент этого массива представляет собой первый аргумент первый элемент это второй аргумент и так далее вот пройдясь в цикле по этому массиву можно получить все значения вот так же в Java можно запросто конкатинировать строки при помощи плюсика и более того даже не только строки но и другие объекты в частности числа если сначала идет строка а потом число и вы их плюсуете то число будет преобразовано в строку и они будут конкатинированы но вы сейчас не пытайтесь это запомнить об этом пойдет речь более подробно когда либо в следующий раз либо еще через раз вот еще одна каноническая программа про нелегкую судьбу 99 бутылок пива которые стояли на полке вот эта программа печатает забавный стишок одно из упражнений для домашнего задания вам будет запустить эту программу и посмотреть что она в итоге напечатает что она